В ИТРАО национальный железнодорожный перевозчик приступил ко второму этапу очистки территории бывшей пропарочной станции. К самому сложному вывозу и утилизации сотен тонн нефтепродуктов, 13 лет отравлявших экологию города. Работы железнодорожники начали в сентябре, после того, как наш телеканал дважды рассказал о хранящихся в 200 метрах от жилых кварталов канцерогенных отходах. Об экологической проблеме в регионе расскажет Виктор Сутягин. Работы по очистке территории от нефтепродуктов начались с открытых котлованов. Вот в этом котловане, который за моей спиной, они подготовлены к вывозу. А этот котлован, где находилось 2-3 десятка тонн канцерогенных нефтепродуктов, уже почищен. Всего таких котлованов с нефтепродуктами здесь 6. А еще десятки тонн нефтешламов разлиты по всей территории в 4 гектара. Это опасное добро в 200 метрах от городских кварталов оставила закрытые 13 лет назад пропарочные станции. После сюжетов нашего канала КТЖ демонтировала эстакаду, убрали цистерны, рельсы. А вот самым опасным, нефтепродуктами, по каким-то причинам решили повременить. В Департамент экологии по Таравской области в связи с невыполнением выданного ранее предписания было возбуждено дело об административном правонарушении, которое на сегодняшний день находится в суде города Тарав на рассмотрении. Поэтому мы продолжаем следить за ситуацией на старой пропарке. Представители КТЖ заверяют, работы доведут до конца. Мы заключили договор специализированной компании. На данный момент вывезено 170 тонн самозучного грунта. На данный момент участвует по очистке около 100 человек. Тем не менее, экологи продолжают следить за ходом работ на территории пропарки. После рекультивации земли здесь планируют создать крупный транспортный логистический центр. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и тоги дня от ИРАУ.